Настоящий паводок пришел в жилые дома села Тюшево. Река здесь появляется исключительно весной. С поля, которое, по словам местных жителей, никак не используется, в населенный пункт течет талая вода. Ровно три года они меня заливают. Вот с этого поля, которое абсолютно ненужное поле, ничего не сажается, не пахают. Вот они спускают на живой поселок. То есть без канала, без всего ничего. То есть нету здесь ни канала, чтобы там вода шла, ни русла официального, ничего. Вот они просто отсюда спустили и вода пошла. Никто не думает о том, что у меня четверо детей и мне просто негде жить. Абсолютно негде жить. Вот мы построили дом, мы уже переехали. И вот каждый год в это время мы просто не знаем. Вот я переодеваюсь день по 10 раз. Увожу воду лопатами. Вчера до трех ночи я сидел. И никакой реакции ни от кого нет. Вода полностью заливает грунтовку, ведущую к дому Ивана. Пройти пешком здесь нельзя только проехать на машине. Это пока ночью холодно, когда потеплеет, начнется настоящий потоп. Ивану приходится на это время снимать квартиру и перебираться в Рязань, потому что в собственном доме жить невозможно. Потихоньку, потихоньку у меня уже все гараж наполняется. Сейчас она пойдет и будет стекать в углу дома. И вот так будет до конца мая. То есть если сейчас не извлечь вот эту ситуацию, то она будет до конца мая вот так вот заливать весь угол. Здесь сейчас вот эта вода пройдет, все, канализация у меня не работает автоматически, потому что заполняется все. То есть воду пользоваться там, если только въедрами пользоваться, выливать на улицу. А канализация не работает никакая. Так что даже я насос не могу станции выключить, потому что у меня в подвале стоит вода. 70-80 сантиметров. И соответственно у меня насос плавает в воде. В Тюшевской администрации главы на месте не оказалось. Сотрудники ответили, что Иван регулярно пишет им жалобы, но они не знают, чем ему помочь. Он купил участок по дешевке. Ну это просто. И когда покупал его, якобы там даже предупреждали, что там в свое время землю мы даже там не распределяли. Жители взяли потом картошку сажали. И он купил. Естественно, он его купил дешево, этот товарищ. Ну а теперь вот там все, что могли, землю ему завозили мы. Хозяйство давало нам транспорт, землю мы ему завозили, глину туда ему завозили. А теперь что он хочет, то чтобы мы ему там выложили вот эти лотки положить и все. В такой же ситуации, как Иван, окажутся и другие жители улицы. Рядом строится дом. Соседи должны в скором времени заселиться. Еще несколько участков тоже проданы под застройку.